ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 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 Понедельник, 9-й седмицы о Пятидесятнице, 74-е зачало, Евангелие от Матфея. В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном. Иисус, призвав дитя, поставил его посреди них и сказал, «Истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Итак, кто умолится, как это дитя, тот и больше в Царстве Небесном. А кто примет одно такое дитя во имя Мое, то и Меня принимает. А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть ввержену в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть ввержену в гиену огненную. «Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангелы их на небесах всегда видят в лице Отца Моего Небесного, ибо Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшие». В прочтенном Евангелии от Матфея начало начинается вопросом к Господу нашему Иисусу Христу, Его учеников. Как гласит текст, «В то время ученики приступили к Иисусу и сказали, кто больше в Царстве Небесном». Этот вопрос о том, кто больше есть в Царстве Небесном, является вопросом, относящимся не к сфере благодатного состояния или состояния обожения, а именно к состоянию чести и славы. Во многих евангельских текстах, которые читали и еще будем читать и толковать, будут постоянно выражения и слова учеников Христовых, касающихся как раз состояния, славы, чести, места в Царстве Христовом. Видимо, по дороге ученики обсуждали между собой этот вопрос о первенстве и в конечном итоге решили задать это свое недоумение спасителю мира, Господу Иисусу Христу. И задают этот вопрос, ну кто же больше есть в Царстве Небесном? И Господь не только словом, но и примером показывает им и отвечает им на их вопрошение. Он берет дитя и ставит посреди них. Почему дитя ставится в пример? Почему ребенок ставится в пример? Конечно, принято говорить о том, что дети не злобивые, дети искренние, и это действительно так. Однако любой человек, который или растит детей, или воспитывает детей, все же имеет представление, что детский характер не всегда простой, и дети также могут быть склонны к вредности, капризности и даже к каким-нибудь неблаговидным поступкам. Тем не менее, дети ставятся Спасителем, Господом нашим Иисусом Христом, в пример своим ученикам. Почему так? Экзегеты этого места, толкователи, такие как Блаженный Ирнис Стридонский или святитель Иоанн Златоуст, говорят, что Господь ставит дитя в пример, потому что ребенок простодушен. Да, дети могут капризничать, да, дети могут проявлять непослушание, дети могут быть желчными и даже показывать некую ехидность характера, быть вредными. И тем не менее, ребенок простодушен. Он специально не задумывает зло, он долго не может сохранять обиду, он сразу готов откликнуться на любовь, на открытость по отношению к нему. И это делает ребенка по-настоящему простодушным, по-настоящему искренним. Даже в каких-то своих неблаговидных делах, поступках, в какой-нибудь своей детской вредности, ребенок на самом деле искренен, на самом деле не злобив. И вот это простодушие дитя – это пример для всех нас, для всех, кто хочет быть учеником Христовым. Ребенок не ищет первенства, ребенок ищет любви. Ребенок не ищет славы и чести, ребенок ищет внимания своего родителя. И вот это тоже пример для учеников Христовых. Кто ученик Христов, не должен задавать вопрос, какое я им место займулась для тебя, Господи, в царстве твоем. Нужно любить Христа, как любят дети своих родителей. Вот таково значение этого евангельского примера, когда Господь берет дитя и ставит в среде своих учеников, отвечая на их вопрос, кто есть более в царстве небесном. В этом зачале также Господь говорит о соблазнах. Процитирую. «А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надо бы прийти с соблазном, но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Малые сии, о которых здесь говорится, это не только дети. Святитель Иоанн Затус говорит, что малые – это вообще те, кто может казаться по каким-то внешним критериям этого мира незначительными. Но тем не менее эти малые любят Христа как дети, простодушны как дети, искренне как дети. И поэтому зачастую не могут понять, что кто-то возле них лукавый, кто-то возле них неискренний, кто-то возле них злонамеренный. И поэтому могут быть обмануты. И Господь предупреждает, что если кто-то посмеет обидеть такого, как ребенка, такого малого человека, тем не менее искреннего, простодушного, то Господь покарает за соблазн такого искреннего малого человека, якобы маленького человека. Но есть здесь интересное выражение. «Горе миру от соблазнов, ибо надо бы прийти с соблазном. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит». Эти строки могут быть поняты неправильно. Когда Господь говорит «надобно быть соблазном», это не обозначает, что Господь как бы повелевает и даже дает разрешение, чтобы соблазны пришли. Эти соблазны не исходят от Господа. Эти соблазны не имеют своим источником повеления Господня. Эту фразу евангельскую нужно понимать, что Господь наш Иисус Христос как бы константирует факт, что есть соблазны. Соблазны существуют, это некая данность. И вот эти вот его слова, «ибо надо бы прийти с соблазном», как раз имеют такое значение. Соблазны существуют, потому что это для парчего мира как бы естественное состояние. «Весь мир во зле лежит». И, конечно, в этом мире, в мире греха, в мире, лежащем во зле, безусловно, надо бы быть соблазном. То есть это констатация Спасителям нашим Иисусом Христом того факта, что в мире есть соблазны. И тем не менее, горе тому, кто эти соблазны навязывает, передает другому. Поэтому и заканчиваются эти выражения о соблазнах следующими словами. Но горе тому человеку, через которого соблазн приходит. Мир, сам мир лежит во зле. И в этом мире есть соблазны. Но если находится некий активный вредитель, желающий кого-нибудь соблазнять, кому-нибудь навязывать соблазны, кого-нибудь обманывать, лукавить, хитрить и этим самым подталкивать к соблазну, то горе этому человеку. «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и бросит тебя. Лучше тебе войти в жизнь без руки или без ноги, нежели с двумя руками и с двумя ногами быть вверженным в огонь вечный. И если глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Лучше тебе с одним глазом войти в жизнь, нежели с двумя глазами быть вверженным в гиену огненную». Удивительные и по-своему страшные слова Спасителя мира Господа Иисуса Христа о том, что есть некие соблазны, и если есть вещи, предметы какие-то, которые нас соблазняют, то Господь как бы подчеркивает, что нужно найти силы отвернуться от них, отвернуться от них, как бы вырвать их с корнем, даже если наше сердце к этому очень сильно привязано. И вот эти вот слова о том, если рука твоя соблазняет тебя или глаз твой соблазняет тебя, их нужно отсечь и выкинуть, лучше войти в Царство Небесное без них, но тем не менее войти в жизнь вечную, чем, будучи с ними, войти в погибель и быть лишенным жизни вечной. Здесь Господь этими словами как бы показывает и напоминает человеку. Представим себе ситуацию. Если какой-нибудь человек в результате заболевания или в результате несчастного случая может или лишается руки, ноги или какого-нибудь другого жизненно важного, казалось бы, органа. Есть предложение, что вот ты можешь жить, но тем не менее как бы увеченный. Или можешь не жить, но ты внешне останешься целым. И, конечно же, любой человек выберет жить, даже если у него будет рассечена рука или нога. Опять же, продолжая объяснение этого Ивановского места на жизненных примерах, если у кого-нибудь рука или нога застряли где-нибудь, условно говоря, в капкане какого-нибудь характера, и человек может спастись, только если отрубить себе руку или ногу. Да, это больно, да, это увечья. Конечно же, в полном смысле человек после этого не будет способен к своей жизни, так как он был до этого. Но тем не менее человек сохраняет свою жизнь. И между отсечь руку или ногу, но остаться живым, безусловно, люди выберут отсечь руку или ногу, но остаться живым. И зная как бы эту психологию, понимая эту психологию выбора человека, Господь и приводит этот пример. И его мысль, она в следующем. Если вы готовы отсечь руку или ногу, чтобы сохранить жизнь, то почему вы не отсекаете то, что является для вас соблазном ради жизни вечное? Если вы готовы отсечь руку, ногу или вырвать глаз, дабы дальше существовать физически, почему человек не готов отсечь то, что его соблазняет, к чему он привязан, а ради жизни вечной. Логично предположить, если человек готов ради жизни физической пойти на увечья, то, конечно же, если есть в этой жизни что-то, что нас тянет как греху, то, что нас связывает с грехом, то, что даже нас сращивает с грехом, мы можем это любить всем сердцем. И тем не менее, мы должны отсечь это, даже если это больно, даже если это будет кровоточащая для нас рана, какой-то период ради жизни вечной. Вот таково значение этих слов Спасителя нашего Иисуса Христа. И завершается сначала следующими словами. Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих, ибо говорю вам, что ангел их на небесах всегда видит лицо Отца Моего Небесного. Опять же, малые сии, о которых сказано, это не только дети по возрасту, это дети по состоянию души. И их нельзя обижать, их нельзя ввести в обман, нельзя предоставить им что-нибудь соблазняющее, потому что само это выражение ангелы, их видят лицо Отца Моего Небесного, показывает, что Господь постоянно промышляет об этих простодушных людях, об этих детях по своему состоянию, по своей душе. И ангелы, которые упоминаются, ведь не зря здесь сказано про ангелов, потому что Господь открывает свою волю или часто даже помогает через ангелов. И, соответственно, малые сиети, казалось бы, незначительные по меркам мира сего люди, они защищены самим Богом, который через ангелов своих их бережет, их ведет и будет наказывать тех, кто попытается их соблазнить и оторвать от истинной веры в Господа нашего Иисуса Христа и от благочестивого образа жизни. Субтитры создавал DimaTorzok